здравствуйте дорогие друзья и я хочу нарисовать небольшую архитектурную композицию это питерские подворотни они такие красивые ну там конечно все красиво но вот эта вот милота этих маленьких пространств это просто меня завораживало так я рисую питерскую подворотню историю этой питерской подворотни интересно я искала бумагу мне надо было срочно порисовать питере пленэр вот мы шли по невскому проспекту и наткнулись но вот эту красоту совершенно неприметно там что-то было написано что это вот там художественные товары и мы туда зашли сводчатые перекрытия не знаю тут ну наверно 1800 какой-нибудь год а может быть это еще 700 и вот это у нас стена фронтально проходит здесь бордюр или как питерцы говорят как они говорят так у нас бордюр а у них пореблик или наборы не помню ну это лично личный спорт бордюр или пореблик это газон ограждается чудной оградкой этот вот сводчатый потолок так здесь тоже сводчатый здесь тоже сводчатый здесь 4 лепестка свода здесь светильник какой-то огорчают только многочисленные провода это точно основной свод провода трубы но от этого конечно подворотни не стало хуже присутствие человека в пейзажах не всегда радует я видимо все таки люблю людей так тут тоже 4 лепестка но освещение здесь нет зато проводов тут видимо-невидимо целые грозди никто их не прячет к сожалению хорошо бы конечно спрятать но что поделаешь ладно так тут у нас идет перспектива линия горизонта скорее всего здесь расположена поэтому вот я где-то здесь наверно стояла и основание боковой стены не наверное все таки здесь стояла больше и стена вот так проходит вот под таким углом есть какая-то странная шестигранная дверь проем больше дверь не видно это значит подальше я всегда говорю что надо работать над линиями казалось что арки арки нет так вот у меня . вот я строю построила шестигранный проем слишком широкий сделала бумага у меня хорошую плохой я не рисую так теперь основной объем сделаю арка нависает здесь угол чины здесь не цоколь наверное это нет не цоколь это просто отделка снизу стены не туда же я вот же у меня . сходу-то вот слишком низко значит надо чуть подальше день победы летают самолеты вот это основание стены здесь еще кусочек стены камнями какими-то там отделана может быть и штукатурка такая текстурная здесь чудесные газовые трубы я думаю что газовые какие же счеты более они старые так газовые трубы тоже идут сюда ну ка я поправлю он газовые трубы вот и так вот и вот эта линия тоже сюда должна пойти так труба потом эту труба решила кверху пойти за нее решили и опять в эту точку вот как тут без основ перспективы никак надо обязательно знать основы возвращаю вас к моим первым занятиям так это сюда идет это сюда идет вот так и здесь где-то она тоже должна опуститься вот так ну здесь так все скучненько но это ничего страшно я растяжка сделать здесь какой-то люк для загрузки для загрузки дверки металлические там дырочка все так красиво так чудесно а здесь какой-то подиум да вот он подиум на который а тут колодец у колодца тоже тоже красота а вот здесь вот дверной проем видимо сюда и тут взбираются на этот подиум заходит дверной проем ну тут непонятно видно только петли в этой двери а здесь еще одна загрузка товара может быть это как раз тут магазин в котором я была здесь разгружает товары может быть магазинчик просто чудно в центре питера а цены то вообще прекрасные и обстановочка замечательно творческой подсказали мне такую чудную бумагу я ее даже еще не зарасходовала потому что я ее берегу она такая хорошая что мне жалко ее использовать ну вот как то так в основном я набросала сейчас буду переходить к цвету здесь внутренности же еще зелень свисающая здесь зелень тень построение можно уже убрать падающая тень это же вот я же себе новое имя придумала светотень вот светотень это основа всего это космос потому что в космосе тоже есть светотень вот что что а там есть его здесь вот тень от вот свисающего там растения разве это не сказочно так это тень от угла как этот кривенько идет пусть кривенько раз хочется тут даже тень от трубы сказка а потом идет падающая тень от растения свисающего потом да я дальний план то забыла изюм вот весь изюм вот здесь вот там труба вот достаточно толстая про которую я уже говорила в предыдущих видео это крылья не крыльчко козырек я не помню сюда мы захотели или нет я не помню это неважно все красиво так вот это козырек конечно как в питере без козырька там же зальет все это у нас в челябинске легко может быть подъезд без козырька а трубы тонкие притонкие так тут зелень тут свисающий там виноград не знаю что там в общем какой-то бьющая зелень все растения тут окошечко видно видно ну так уж и быть нарисую машину почему бы и нет то очень живенько получится машина это же хорошо машину можно кататься правда я люблю пешком ходить пешком лучше ну вот и машинка даже есть все сейчас переходить к цветовому решению так белого здесь ничего нет здесь все светлое так фонарь то забыла нарисовать чудный фонарь ну а что тут не чудное вот скажите мне что питере может быть не чудное там все чудное ну люди разные но они так вести разные так начну со светлого вот там фонарик только белый все остальное там охрестая так возьму предпоследнего номера кисточку и начну вот здесь а может быть там даже оставить надо трубу светлую потому что что-то слишком получается много так как это далеко то это жевтизна еле-еле заметная будет там тоже этих проводов проводов я на это обращаю внимание потому что мне кажется так неаккуратно хотя ну ну а что делать куда же их девать как без них понятно приходится их терпеть так все сделаю с белого и стекло лобовое потому что ну что-то же белое должно быть на пейзажике так вот это вот я освещенную архитектуру сделаю это волшебное средство так теперь у меня есть еще фрагмент тоже освещенного освещенной стены вот здесь и вот не пойму она ярче или нет непонятно и цвет немного иной вот и к верху усиливается и мне кажется так здесь у нас будет падающая тень я все светленькое сделаю а потом все темнее и темнее буду делать так здесь освещенная солнцем плитка тротуарная вот она ну и здесь тоже слегка бордюр вот теперь я возьму поменьше кисточку с длинным черенком и сделаю козырек козырек чуть темнее так вместе с ажурной решеткой которая здесь вот кстати провода такого же цвета так как это далеко расположена то она не выглядит темным хотя они наверняка черные обычно не всегда темные и дам объем трубе водосточные ну и падающую тень от нее то есть я вместе сделаю собственную падающую а потом разберусь а здесь я закрасила так здесь окошечко я всегда говорю что надо идти от общего к частному вот общее я сделала теперь я в частную ухожу так теперь падающая тень от козырька как она там идет как-то погода была очень солнечная то лето вообще мы в питере купались в финском заливе ну не я могу весь питер купался была жара а в прошлое лето мы неожидан падающая тень от трубы это падающая тень от козырька так и нам необходимо цвет цвет двери нет это еще рано пусть высохнет так там освещенную часть машины машина хорошая зеркало фонарь фонарь я думаю о последующих моих этапах поэтому вот я сильно темный козырек у этого фонаря не делаю иначе он потом сольется с машины так вот здесь у меня высохла я могу сделать не орнамента железо ажурную решетка ажурную решетку я могу сделать вот здесь какой там стиль непонятно какой стиль ладно сделаю просто решетку приматилась моя истощенная кисточка она раньше была большая но просто некоторые очень много рисуют и кисточки очень быстро расходуются вот так это я орнамент попыталась показать так эта часть будет ниже потому что я значительно ниже этого козырька вот 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 там Продолжение следует... 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 Спасибо. Спасибо.